привет надеюсь там в кадр попадаю сегодня хочу рассказать немножечко одном из вариантов заработка денег шведском клубе часа там для клуба вот это собственно вся такая большая карта где где я нахожусь где швеции общем-то живу ну в общем-то сам я нахожусь в данный момент здесь вот примерно там отсюда вот досюда 10 километров если бежать то есть ну если карта большая вот и один из заработка в клуба это продажа вообще есть какая-то такая система но это вся шведская то есть именно по всей швеции называется натур пасса то есть ну натур это природа пасса бегать из серии в общем на видов висеть природу вот и это под эгидой там шведской федерации ориентирования еще какой-то там компании одной спонсорской чем клуб вообще зарабатывает вот так как один вариант из этого ставятся пункты вот нас во вся карта и на ней висят пункты начиная вот конкретно там сейчас вот в апреле они появятся и будет висеть там вот написано 14 апреля до 28 октября вот продается это всем желающим что из себя это вообще представляет но тут была коробка полная таких вот штучек то есть она там вот так вот лежит там приходит лишь в разобранном состоянии там вчера собирал эту книгу то есть вот такая обычная папочка легко собирается здесь есть какая-то вот общая информация ориентировании о знаках там вот ну вообще самая-самая там базовая какие-то вещи самые простые как сориентировать там карту взять азимут это вот что нужно на специальная обувь там компас легендодержатель там ночью вот еще на фонарик например нужно вот и такую папочку у нас кладется пакетик там от 3 формата карта со всеми пунктами здесь около 50 ну не около до 50 контрольных пунктов которые расположены вот здесь по всей территории вот лёгень такая бумажечка с инструкцией вообще где еще происходит там где можно найти там фейсбуке всякую информацию и тому подобное у нас это делает делится на два клуба то есть поскольку у нас здесь несколько клубов в этом лесу расположены то у нас конкретно сейчас там с двумя клубами вот туда еще точно также в эту папочку кладется это бумажечка даже не знаю а старт корт да в общем-то карточка кладется и и все вот и получается вот такая вот вот папочка вот карточка участника вот легкая информация вот та карта и вот пакетик вот и все сегодня я пойду поставлю пункты в лесу то есть пункт выглядит достаточно просто он такой тоже как тот картонно-бумажный ну из какой-то плотного вида материала шву дождем не прибило если что он не развалился то есть но что потом сложился так и так и повесил на контрольном пункте никакой отметки нету есть буква буква в данном случае у нас тут и шведский и человек когда приходит на контрольный пункт он берет свою карточку смотрит допустим он там пришел на контрольный пункт номер там 18 за там находит там клеточку номер 18 и записывает эту букву там y себе в эту клеточку вот и ну конкретно 50 пунктов мы ставим 25 пунктов вот я сегодня пойду ставить и еще 25 пунктов ставит ставит другой клуб то есть она почта куде это не знаю как там уже делятся деньги на рак то сколько вот этих натур пастов продал и тому подобное пункты висят да естественно как искал они там вот висят на полгода со середины октября по конец октября то есть вот здесь вот 350 вот этих вот натур пасов ну и в общем то они как-то будут там проданы скорее всего у нас 20 за там остаются вот я там с того года вижу но в целом она что-то приносит деньги к сожалению вот я посвящен бюджет клуба не нашел сколько сколько это приносит денег клубу каждый год не знаю стоит это около 8 10 евро то есть вот один такая там допустим 10 евро с учетом что стартовый взнос на соревнованиях стоит обычно около 16 евро по элите допустим бегают да здесь с огоньми то обычно 15 16 евро стартовый взнос то есть вот это вот ну как бы вообще очень дешево конкретно вот субботу будет как презентация или там открытая тренировка для всех или еще что-то но вот именно конкретно поэтому на турпас эту люди придут то в какое-то время и будет в этом общий старту для желающих не для кто хочет вот и люди просто вот все вместе допустим возьмут эту карту руба и побегут их соревнования там по выбору и наверно кто там больше всех возьмет или кто возьмет там все не все ну в целом достаточно тут много пунктов но там все за мини-рагейн можно пробежать даже тут ну меньше чем я думаю но мне там для часа бы за за полтора бы за два это максимум на все побежал упаять потом люди любители вот где-то обычно все продается то есть вопрос да у меня тоже такой возник а где это продают по разному кто где у нас в клубе вот я знаю люди берут это не кто-то берет там на работу продает нам кто-то там не домойся за там но на работе знакомым друзьям с учетом что это стоит ничего то есть один час там не квалифицированной работы стоит около там 12-15 евро там ну 10 минимум то в целом но это недорого для людей купить еще посмотрел то сайте написано что продается в том числе в библиотеках продается в аптеке даже в какой ну где в несколько сети какой-то аптек то есть ни разу не видел но вот написано продается в некоторых фирмах которые занимаются как спонсорская поддержка тут к сожалению почти никакой ну или к счастью никакой рекламы нет то есть просто общая информация от натурпаса да то есть фирма которая там это поддерживает или одна из нас это тоже может нам продавать у себя не знают на рецепции среди сотрудников не знаю как то так вот и в общем это как-то она расходится то есть какие-то деньги это клубу в том числе приносит потому что это каждый год проводится по всей швеции около 500 400 500 таких вот натурпаса там есть то есть организации на клубы и по их подсчетам около 40 тысяч натурпасов каждый год продается и с учетом что обычно по одной карте там бегает там не один человек там а 23 то считается что около там 100 тысяч человек вот в год этот натурпас пробегает вот как это можно было бы там монетизировать в украине мне честно сказать сложно но точно так же естественно можно продавать там ставите на трупную вопросов куда это все продать то есть я знаю да у нас там люди вот из клуба продают среди друзей возможно это тоже вариантом и для нас в украине не знаю но в целом да такое такая система есть то есть это как один из вариантов заработка денег для клуба еще кстати есть ну вот как соревнования то есть я так понимаю в субботу когда все там прибегут то есть какие-то будут там небольшие легкие вообще абсолютно там призы награждения там вот я считал тоже там в том году например там дали кому-то там карточку там на те же там 10 евро в магазин там еды купить или или там в кино сходить или еще что-нибудь то есть какие-то небольшие призы но тоже за это есть еще когда-то читал несколько лет назад там в этом журнале что какая-то женщина там на пенсии ей нравится это такое времяпровождение она там ну очень много разных натурпастов по швеции посетила и поэтому они это написали то есть она прошла там свой вокруг дома там и брачета потихоньку это ездить по швеции другие тоже натурпасы ты бегать ну что то наверное все если есть какие-то вопросы можно задать под видео или мне куда-нибудь еще а я их постараюсь ответить по этой теме пока